Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Извиняйте за то, что я решил видосик лёжа сделать. Только что я закончил истинной жизни 2, сидел там, монтировал, задница заболела сидеть. Поэтому я решил лечь, и тут неожиданно мне пришло два письма. И я решил, так сказать, лёжа их разобрать у вас на виду. Давненько не было писем, но первое письмо из города Азова читаем. Здравствуйте, Геннадий Петрович! Книга целительной силы потрясла. Её надо было встретить раньше, лет 30 назад. Купил листок Семёнова и отложил в долгий ящик. А то смотрю на вашей книге «Восьмиконечная звезда». Думаю, это печать свыше. Книгу переснял на ксероксе на 1 тысячу рублей, так как тираж распродан. Мне 72. Сейчас прошёл три чистки печени, шла крупа. На первой чистке, кажется, хватанул сок петрушки. Вспомнил и позу тигра. На вторые сутки с почкой всё наладилось. В конверте две этикетки. Хороши ли эти продукты? В фортроны я не стал пить, так сказать, охлаждённым. А применял по одному пакетику на каждую следующую чистку только с кружкой эсмарха. Ещё предстоит чистка суставов почек лимфы. Евгений Петрович, есть ли в РСФСР ваши именно центры целительной силы и Семёновой? Насколько я знаю, Семёнова есть. Можно в интернете найти, так я не припомню, где-то там на Кавказе. Енадий Петрович, напишите учебник, чтобы он был в каждом доме. Написал учебник в каждом доме. Ицетлительные силы, и основы здоровья. Извините за предложение, а именно написать проще. Как-то вместо питоваты, может, это по-русски холерики и сангвеники. Нет, это не холерики и сангвеники, я написал и проще. Что такое пита, что такое вата, что такое каппа. Отнести вместе с питой ватой к тайным знаниям лечения урины. Это более подходит индийской касте неприкасаемой. Надо же довести себя до такой степени худого здоровья, чтобы лечить себя уриной. И закапываться в коровий навоз. Что хочу сказать. Бывает так приспичить, когда вопрос стоит ребром, жизнь или смерть. Люди готовы все, что угодно сделать. Вопросы. Не много ли при чистке печени 300 грамм лимонного сока и масла? Можно ли применять сок лимонника? Ягода кисти оранжевого цвета, широко распространены в Приморском крае. Китайские аккумуляторы бодрости. Нет. Это разные вещи. Они просто похожи звучанием лимон и лимонник. И используются для разных целей. Третье. Оптимальный объем жидкости в кружке эсмарха. И если что нового. Пятое. Чем могли бы предостеречь ваше мнение о меню хоть одного дня? Спасибо большое. Поклон за книгу. Здоровья вам, успехов. И наград от Благодарного Отечества. Ух ты. 27.07.2003 года. А вот тут написано «ПС мой телефон», если ответите. Давайте я отвечу этому мужчине по телефону. Итак, мы с вами берем телефон. Телефон, телефон. Телефон, телефон, телефонище. И начинаем. Восемь. Ага. Есть. Четыреста тридцать девять. Четыреста тридцать девять. Ага. Ага. Ну, слушаем. См... Абонент не отвечает или временно недоступен? Пожалуйста, позвоните позднее The user is not answering the call Ну что, отвечу так Немного ли при чистке печени 300 грамм лимонного соки масса? Все зависит от возможности Ваших возможностей Сколько вы выпьете, столько и выпьете Ну, не менее 100 грамм, чтобы лимонного сока и масла Тогда чистка печени сработает Кстати, все это описано в книгах И не знаю, почему этот вопрос Второе, можно ли применять сок лимонника? Нет, я бы не применял сок лимонника Потому что это совершенно разные продукты Китайский аккумулятор бодрости Не нужен тут Чистки печени не нужен аккумулятор нам Бодрости Третье, оптимальный объем жидкости Кружки эсмарка 2 литра Они разные бывают 2-1,5 литра Опять-таки, вы смотрите Сколько вы можете Входить в вас Вначале это может быть Там и пол литра еле-еле влезет А потом 2 литра будут входить Так Есть ли что-то нового Все нового у меня на канале Смотрите, набирайте В ютубе Малахов Геннадий И все новое, что есть А чем могли бы предостеречь Так же предостережение Как и на канале пишется Так и в книгах были И почистки печени И почистки толстого кишечника Ваше меню хотя бы одного дня Ну, такое Вот сегодня, что я ел Поехали в бассейн И завтрак у нас был такой Я выпил Две чашечки черного чая С лимоном С сахаром Чтобы так с новенькой был Вначале И съел один омлет Из двух яиц Обед Обед был Это борщ со сметаной С хлебом Я его поперчил Съел Немножечко и лука Сырого лука В луковице А на второе Жена подала Значит Филе курицы Жареное И отварную картошечку С маслом Я Отварную картошечку Съел А мясо не стал есть То есть, значит Борщ с хлебом был И второе Это был отварной картофель Со сливочным маслом Все Больше я ничего не ел Ну вот и все Я ответил на это Кстати, вы тут можете Также посмотреть Насколько он меня тут Выпирает живот Вот 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 Как кажется Более-менее Он не впал И особо И не выпуклый То есть Вот такое Второе письмо пришло Второе письмо пришло Почему-то сегодня Вчера был На Волуне И вот Из Анапского района Пришло письмо Что-то тут спрашивают Про анурез Естественно Почерк я особо не разберу Но насколько разберу Геннадий Петрович Здравствуйте Меня зовут Сергей У меня Анурез Это недержание мочи Ночью и днем Бывает Если Присядешь На корточи Слишком резко Слишком низко Сразу Начинается Подтекать Капать До этого У меня Было небольшое Воспаление Простаты Плохо шла моча Еле-еле Я В сентябре Спрел Несколько Сказать Есть Простанов Форм Капли Его Уже Сняли С производства Его Надо было Пить По 30 капель На полстакана Я Поинтересовался Узнал А теперь Узнал После Отравы В Непонятно Воздержаться Что ли В приеме Этому Их Четыре Штуки Или Там Какой-то Рецепт Трава Одно Не Нашал Какая-то Канадская Корень Три Штуки Травы Купил Настоял 20 дней И стал Пить Не 30 Капель А по Полстакан Не 30 Капель А по Полстакана Общей Массой 50 на 50 Разводил Иногда Полный Стакан 25 Грамм 250 Грамм Полтора Стакана По Стакану Стакан По Стакану Кипяченого Воды Три Раза В день Понимал И сразу У меня Появилось Это Недержание Врачи До этого Вообще Не знал Что такое Это Недержание Врачи Как я Понял Что У меня Произошло Расслабление Мышц Сфинктера И он Не может Полностью Сократиться Так как Он Немного Воспален В аптеке Мне сказали В аптеке Тут Надо Не В аптеку Уйти А Надо Идти Естественно К врачу Мне сказали Попринимать Какой-то Вот Надежда Только На Все Говорят НРС Лечится Уколами И Таблетками Но Этого Я Не знаю Еще Травы Мне Золототысячник Трава Вместе Со Зверобоем На Этом У меня Все Мой Адрес Та-та-та-та-та-та Ра-та-та-та-та-та Ну Что Ответить Лишь Начали Лечиться Если Вы Начали Лечиться Надо Идти К врачу Что Он Вам Скажет И Тогда С Ним А Раз Вы Тут В аптеку Пришли Все Там Что-то В аптеке Вам Пореком Давали Это Совсем Другое И Третье Если То Что Вы Пили В таких Огромных Дозах Что Расслабило Ваш Мочевой Пузырь Ну Что Можно Сделать Это Для Вас Опять Так Будет Какая Диковинка Какая Экзотика Поголодайте Суток Трое Чтоб Это Все Вышло И Мышцы Мочи Спускательного Мочевого Пузыря Восстановили Свой Тонус Ну Вот И Все Что Я Могу Сказать Интересно Прислали Мне Письма И Сегодня Неспроста Это Ну Ладно Еще Разок Извиняйте Что Я Лежу Потому Что Мне Надоело Сидеть За Компьютером Устают Мышцы Седалища И Поэтому Я Решил Этот Видосик Записать В Положении Лежа Еще Разок Можете Сравнить Мое Фигуру Лежа Где Что-то Порщится Ну Примерно Вот Так Иду Все Это Дело Заливать В компьютер Сейчас Будете Смотреть На Этом Я Заканчиваю 100% Заряда Я Благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На Поддержание Канала Благодарю Благодарю Продолжение следует...